Игорь Форостянов Эти школы подошли с огромной ответственностью. Инициативная группа и активисты провели большую исследовательскую работу о героях Советского Союза и России, изучили тех, кто связан с историей Кубани. Инициатива о присвоении школе имени Александра Лучинского рассматривалась на общем собрании. И вот этот день настал. Почётный караул, старшеклассники и гости из администрации поселения, которые торжественно открывают мемориальную табличку. Вот такие мероприятия отвлекают молодёжь от дурных мыслей. То есть, во-первых, это историческое событие, во-вторых, культурное. И в-третьих, это памятное событие, которое даёт на развитие молодёжи, то есть укрепляет веру в государство, в Россию. Выбор героя не случайный. Александр Лучинский застал две войны – гражданскую и Великую Отечественную. Участвовал в битве за Кавказ. Осенью 1942 года отличился в Туапсинской оборонительной операции. Он буквально ковал победу здесь, на берегу Чёрного моря. Это человек, который сделал очень много для нашей страны, для нашего района, Краснодарского края. И как раз в пику события освобождения Кавказа, совпало достаточно хорошо это событие. Дети сегодня поняли, кто такой герой и почему он герой. И почему в честь таких людей называют улицы, в городах почитают. Общественные организации называются и проводят памятные мероприятия в честь людей. Когда человек умер, а память о нем жива. Александр Лучинский имеет множество наград. Его войска 20 раз отмечались в благодарственных приказах Верховного главнокомандующего. В мирное время герой Советского Союза был примерным семьянином, воспитал двух сыновей и приемную дочь. Скончался Александр Александрович в 1990 году. Теперь мемориальная доска в его честь будет напоминать ученикам 35-й школы о великом подвиге. Людях, которые его совершили и о том, что важно быть достойным памяти своих предков. Для меня это, конечно же, дополнительная гордость, но также и, соответственно, ответственность. Потому что теперь, каждый раз, приходя в школу, я буду понимать, что мне нужно стараться намного больше, так как моя школа носит звание такого великого человека.